Решение Москвы это упущенная возможность. Так, решение России не участвовать в саммите по ядерной безопасности, который стартует в Вашингтоне уже завтра, прокомментировали в Белом доме. Заместитель советника президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Бен Родс назвал позицию Кремля самоизоляцией. Однако в Москве с этой точки зрения, мягко говоря, не согласны. Николай Старобахин продолжит. Россия действительно не поедет на саммит по ядерной безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, Москва считает эту встречу важной, но участие в ней все равно не примет из-за дефицита взаимодействия с западными партнерами. Проработка вопросов, связанных с ядерной безопасностью, требует общих и совместных усилий и взаимного учета интересов и позиций. Определенный дефицит взаимодействия в ходе предварительной проработки вопросов и тематики саммита мы испытывали. И поэтому в данном случае и не происходит участие российской стороны. Двухдневный саммит начнется в Вашингтоне уже в этот четверг и впервые пройдет без России. Напомню, что два года назад во время предыдущей подобной встречи в ГАГе Москва участвовала, но Россию представлял тогда не президент, а глава МИДа Сергей Лавров. Это страхи кремлевской администрации, это комплексы кремлевской администрации, это вранье кремлевской администрации. В этом смысле неучастие в конференции по ядерному нераспространению, это действительно шаг к самоизоляции. Россию ждут и зовут туда, она нужна там на этих переговорах. И политические, и технические, как угодно еще. Слишком серьезный вопрос. Впрочем, провластные политологи сейчас делают акцент на другом. Дмитрий Песков на неделе рассказал о готовящейся информационной атаке на Владимира Путина. Якобы скоро будут опубликованы результаты некоего расследования, обвиняющего президента в коррупции. И теперь многие эксперты любые негативные комментарии, упреки воспринимают именно через эту призму. Главная цель организаторов этой атаки, большая стратегическая цель, это дискретация Владимира Путина с целью создания предпосылок для организации государственного переворота по типу Киевского Майдана. Владимир Путин очень популярный. И организаторы этого российского Майдана знают о том, что народ очень любит Владимира Путина, но не любит коррупцию. Поэтому они хотят подорвать популярность Владимира Путина путем обвинения его в коррупции. Впрочем, пользы от этой показной обиды Москва, видимо, не извлечет. Например, заклятый друг Кремля Таип Эрдоган намерен во время этого саммита провести неформальную встречу с Бараком Обамой. Ну а влияние России в это время на мировую политику, по всей видимости, ограничится критикой через океан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова